Сегодня еще 60 миллионов россиян начали смотреть телевидение высокого качества. Третий, самый большой этап перехода на цифровое вещание охватил сразу 36 российских регионов. Первой сегодня стала Камчатка, а к этому часу новый формат оценили телезрители уже в Калининграде. Настраивать сигнал цифрового качества помогают тысячи волонтеров. За стартом цифровой эры в Самарской области наблюдает Руслан Бигбулатов. С этого момента в Самарской области цифровой сигнал полностью заменяет аналоговые события по значимости соизмеримо с переходом от черно-белого телевидения к цветному. Такая революция, технологический прорыв, она позволила жителям абсолютно всех территорий и всех населённых пунктов получить 20 телеканалов в отличном качестве, в стереозвуке. И к тому же бесплатно телевидение высокой чёткости смогут смотреть в каждом доме, как в мегаполисе, так и в самом отдалённом селе. Ой, смотрите, какая красота. Это, конечно, лучше. Те, кто всё ещё не перешёл на цифровое вещание, сегодня вместо любимой программы или фильма увидели вот такую заставку, подробную инструкцию о том, как настроить свой телевизор. Для приёма цифрового сигнала нужна антенна. Если телевизор выпущен в последние пять лет, дополнительного оборудования не требуется. Для других необходимо приобрести приставку. Оборудование доставят прямо на дом. Например, сельские пенсионеры могут попросить об этом почтальонов. Вот я вам принесла приставку, в которую входит пульт, набор шнуров и штекеров и сама приставка. Почти две тысячи студентов технических вузов готовы помочь настроить телевизор. Сотни новых заявок каждый день. Бабушкам должно быть понятно, чтобы она третьего числа с улыбкой включила телевизор, и у неё всё работает. В регионе цифровой сигнал доступен более чем 99% жителей, но без качественного телевидения не останется никто. Для тех, кто оказался в зоне отсутствия эфирного цифрового телевидения, у нас в таких населённых пунктах около 250, там для социально незащищённых жителей будет организована установка спутниковых комплектов. На помощь могут рассчитывать и некоторые льготники. Семьи уже получают компенсацию за приобретение оборудования. Только в Самарской области на это предусмотрено около 40 миллионов рублей. Руслан Бибулатов, Дмитрий Черкасов, Александр Баженов. Вести. Самарская область. Руслан Бибулатов, Дмитрий Черкасов.